Приветствую вас. Давайте для начала попробуем с вами разобраться с тем, как так получилось, что вы с молодым человеком жили в гражданском браке два года. То есть очевидно, что еще до гражданского брака вы были знакомы. Очевидно, что еще до гражданского брака вы находились в отношениях. И очевидно, что еще до гражданского брака у нас, скорее всего, я этого не утверждаю, но, скорее всего, были определенные проблемы в отношениях. В... значит, во взаимодействии между вами, да, между вами и, собственно говоря, молодым человеком были проблемы. Почему были проблемы, значит, спросите вы. Ну, потому что молодой человек, молодой человек, молодой человек, не сделал вам приглашения. Молодой человек не сделал вас своей женой. Молодой человек не заключил с вами официального брака. Вот и то, что я предлагаю вам обратить, то, о чем я предлагаю вам подумать, это именно о том, почему так получилось, что молодой человек, что молодой человек, за то время, что вы были с ним вместе, за вот то время, что вы проводились с ним, провели с ним, почему за это время он не сделал вам приглашения? Вот я очень хотел бы, чтобы вы об этом подумали, ибо это, в принципе, ну, довольно важно. Вот, это важно. Далее. Да. Далее, что-то заключается в том, что вы говорите, значит, мы расстались с любимым человеком. То есть, вы говорите о неком таком расставании с любимым человеком, но при этом этот человек был никем иным, как всего лишь вашим гражданский муж. Гражданский муж, по большому счету, это не любимый человек, как таковой. Гражданский муж, это чужой человек, сожитель, с которым вы добровольно, к сожалению, согласились, ну, встречаться, согласились, там, жить, согласились на секс и так далее. Жесток ли это случится? Да. Жесток ли это случится? Но это правда. Почему вы начали жить с тем, кто... Либо вы понимали, что он не сделает вас своей женой, ну, тоже, на мой взгляд, довольно интересный момент. Либо вы понимали, что он не сделает вас своей женой, либо вы понимали, что он может не сделать вас своей женой и боялись эту тему поднимать. Либо вы, в глубине души, не чувствуете себя достойной того, чтобы быть женой. Это, конечно, проблема самооценки, да? Вот. Серьезно. Если вы так считаете, если вы так действительно думаете, что вы не достойны быть женой. Ну, тем не менее, тем не менее. Какие-то причины для того, чтобы вы были в сожительстве, ну, у вас имеются. И мне бы хотелось, чтобы вы только лишь эти вот причины, как следует, разобрали и прояснили. Далее. Веню во всем себя. Кричите вы. Ну, а здесь при, при том условии, что, при том условии, что вы, вот, имеете проблемы с самооценкой, как вот я понял, винить себя, это нормально. Винить себя, это естественный такой для вас сценарий поведения. То есть, эээ, за вас нормально брать ответственность за другого человека, а вы берете ответственность за другого человека, когда видите себя. Потому что у молодого человека это ведь тоже выбор был, быть ему с вами, например, или быть ему без вас, терпеть ему ваши, ну, ваши проявления характера или нет. Это ведь ему решать было. Он терпел? Терпел. Он, эээ, сам выбрал это? Да, он выбрал это сам. Почему он выбрал это сам? Почему он вообще это выбрал? Этого мы не знаем и в данном случае это не важно. Важно, что он это сделал. Важно, что он этого хотел. Да? Соответственно, оставьте ему его всего выбора. Теперь, вы вените себя. Почему? Почему вы себя вините? Ведь казалось бы, ничего не произошло такого экстраординарного. Ну, вы расстались с молодым человеком. Это неприятно, но такое бывает. Почему вам так не по душе? Потому что, потому что, для вас это было слишком ценно. Для вас было ценно то, что мужчина был рядом с вам. Вы поэтому к нему так и относились. Правда ведь? Вы поэтому к нему относились так? Ну, я имею ввиду вот так, как вы это делали. Кричали. Кричали. Плевали на него. И так далее. Вы ведь не умеете по-другому выражать свои эмоции. Верно? Скорее всего, нет. Скорее всего, не умеете. Почему? Потому что не научили. Не научили вас по-другому себя вести. И вы ведете себя так, как можете. Так, как привыкли. Ну, а теперь... Теперь. Смотри. Если вы ведете себя так, как привыкли. Если вы относились к молодому человеку плохо. Ну, вот как вы говорите, да? И если для вас это единственная форма поведения, то откуда эта форма поведения взялась? Ну, скорее всего, из детско-родительского сценария. От детско-родительского сценария. Ну, вот и давайте подумаем. Если от детско-родительского сценария у вас это взялось, так может быть, именно в детско-родительском сценарии. И есть причины того, почему вы, например, не цените себя, чтобы стремиться к браку. Обесцениваете себя. Цепляетесь, ну, например, например. Целезмерно цепляетесь за других людей. Да? То есть вот, ну... Молодой человек ведь вам домик очень-очень правильно. Смотрите. Вы говорите о том, что вы страдаете. То есть у молодого человека сейчас все хорошо, а вы страдаете. Почему? Ведь если он любимый человек для вас, если он любимый ваш мужчина, то вы, наверное, хотите, чтобы у него все было хорошо. Наверное, вам хочется, чтобы он был счастлив. Но! Если вам хочется, чтобы он был счастлив, то тогда ведь не сложно догадаться, что вы не можете. Вы не можете поделать ему счастья. Почему? Потому что он вам нужен. Для своих собственных целей. Вы с помощью него удовлетворяете свои желания, свои потребности с помощью него. Именно поэтому вы так сильно и переживаете. Потому что он нужен вам. Вы нуждаетесь в него. А нуждаемость делает человека зависимым от других. Вот поэтому как раз вы не переживаете. Потому что молодого человека отпустить вы не можете. По причине того, что он был для вас средством для достижения своих целей. Может быть, он позволял вам так чувствовать себя, ну, только кем вы себя не ощущаете. Например, любимый. Например, ценный. Например, важный. Только у вас вот это вот, вот это все состояния, да, они почему-то связаны исключительно только с негативом. с негативом. То есть, если я любимый, то я должна обязательно, там, ну, допустим, я должна обязательно, там, например, кричать. Я должна, например, там, допустим, раздражаться. Я должна обязательно выводить своего молодого человека на эмоции. Я должна обязательно скандалить. Потому что я любимый. И вся эта модель поведения идет лишь детства. Почему скандалить? Потому что внутри вас есть негатив. Желание замутыраться. Желание проверять. Страх. Остаться одной. По приемности. И вот все это мешает вам быть собой. Для того, чтобы быть собой, вам нужно убрать все вот эти вот проявления. Проявления зависимости. Скажем так. И тогда вы перестанете и жалеть о том, что молодой человек ушел. И тогда вы сможете пожелать ему счастье. И тогда у вас получится выстраивать гармоничные, здоровые отношения. Но это работа над собой. то есть правильно сказал коллега. Что негативный сценарий вы повторяете. И вопрос о том, как вам быть. Вот задается, да? Как вам быть? Вопрос, как вам быть? можно решить, ну можно на него ответить так. Вам необходимо. Заниматься личностным родством, личностной работой, повышаться на ответку и детско-родительские отношения разбираться. Обязательно. Одновременно с этим я бы порекомендовал вам модель ну модель женского поведения прорабатывать то есть ну сформировать модель женского поведения для того, чтобы все-таки лучше более так скажем активнее мужчину делать мужчины. Все-таки это важно. Ну подобный аспект, да? Подобный аспект он важен. Очень важен. Вот. Значит только только работа. Работа с психологом и регулярно. Вам где-то рекомендуется. Потому то, что вы делаете это нарушение границ своих и границ другого. То есть вам еще нужна работа на границе. На выставление личных границ своих. на нерастворение другого. А вы именно на это и были нацелены. Верно? На слияние с этим человеком. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду распомочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!